всем привет всем привет сегодня будет у нас видео с девчонками я у них буду брать сегодня интервью по вашим вопросам которые вы задавали на тему карантина школы как они со всем справляются итак девчонки первый вопрос как девочки справляются с заданиями не хотят ли уже в школу но я хочу уже в школу потому что я хочу мои подружки видеть я хочу тоже уже учиться и я не хочу в школу потому что я хочу спать играть и тоже не вот так учиться и тебе сложно делать задание тебе сложно учиться дома или нет но она говорит иногда ей сложно иногда нет нам это настроение у тебя нету да тебе не хочется делать тогда тогда да ванессочка у тебя я хочу уже в школу потому что я хочу видеть мои подружки и хочу нормально учиться нормально учиться это как чтобы что учитель нам все объяснял и что просто домой прийти и уроки сделать и я тоже не хочу в школу потому что я хочу спать хорошо второй вопрос как у девочек с интересами не поменялись и прежние или может на фоне дистанционного обучения новые появились пока девочки дома у меня я рисую и читаю еще и у меня у нас очки что-то изменилось она сейчас больше интересуется выпечкой она любит печь готовить вот это сейчас ее новое увлечение хобби еще прибавилось к чтению и рисованию да и у меня тоже больше времени это говорит о том что сейчас у нее больше времени на то чтобы например если я с папой сплю мы с папой еще спим то она может стать пораньше если она просыпается и для нас какой-то например а сюрприз сделать джулисочка у тебя я тоже еще рисую рисую читаю читаю и лошадки играю у меня ничего не изменилось все все такие же у тебя увлечения хорошо следующий вопрос можно ли снять хотя бы кусочек как девочки занимаются как обустроена связь с преподавателями подробнее то есть видео у нас видео обучение нет онлайн уроков у нас нет школа у нас не проходит в режиме онлайн мой учитель он нам звонит и спрашивает об не все понимаем уроки и все и он желает мне и моя фамилия в семье в семье в семье куцебеслава всего алисгута ваша алисгута всего хорошего чтобы мы не заболели да окей а как ты получаешь домашние задания я же требует класса у меня требует и у меня на требует такая так как ванесочка так как ванесочка в планшетном классе у них есть специальное приложение на планшете и они получают через это приложение с учителем на специальный мудр домашнее задание вот эти все все материалы и они изучают по специальной программе как бы да то есть через через вот этот окей джолис очка у тебя можно будет снять но мы наверное что-то снимем джоли сада ванесса что-то мы можем показать я думаю там какие-то задания через планшет джолис очка у тебя мама может мои уроки тоже звонить и спрашивать об я все понимаю и об май мне и моя семья все хорошо а как ты получаешь свои домашние задания письма джолис очка тоже получает через мой телефон домашние задания это на мл шлет каждую неделю учитель и задание джолиса их выполняет на всю неделю и в конце недели или по мере того как она выполнит мы отсылаем учителю я делаю фотографии и мы отсылаем учителю все задания все все то что он просит вот и джолиса сама я только прикрепляю фотографии нужные джолиса сама ему печатает на телефоне пишет сама ему переписывается с ним до своего телефона она переписывается со своим учителем вот он ей пишет ответ она ему потом пишет в общем вот так у нас проходит вот такая связь у джолис очки тоже нет никакой видеосвязи никакой онлайн школы у нас уроки не ведутся по онлайн связи и девчонки еще один вопрос последний можете ли вы рассказать о плюсах и минусах на карантине и дистанционном обучении для детей фьюз у меня что я могу дольше спать и хобби заниматься а минус что я не могу встречаться с моим подругой ну что много все на детей просто сбрасывает да наверное немножко от себя скажу что на детей просто очень много большая нагрузка идет того что ну как бы им просто материал сбрасывают да и дети сами должны вот это все без объяснений без ничего конечно это очень тяжело детям да они ничего не объясняют они просто вот пачками присылают да вот это конечно очень тяжело детям это очень большой минус потому как это не только у нас это считают все родители вот у нас три девочки и три девочки все в школе учатся да и вот все родители просто пишут постоянные письма ну как бы недовольны до в этом плане очень недовольны потому что не отлажена система обучения абсолютно нет ни онлайн уроков ничего нету потому что вот и поэтому вернее очень сложно объем работы дети должны все обрабатывать сами всю учить работу учителя практически дети тоже должны делать сами поэтому конечно вот этот огромный объем это очень тяжело для детей это очень сказывается иногда дети сидят есть такие дни где дети сидят просто очень долго да у нас очень прям с утра до вечера от просыпаются и вот сидят и сидят и сидят и сидят и сидят потому что все учителя наверное думают что их предмет самый главный и задают очень многое и да ну плюс тоже что можно задание если мы не понимаем что мы можем сойти на сайтах или youtube и посмотреть да помощь взять да там хотя бы какую-то да конечно в школе это все запрещено это все нельзя но вот дома у них хотя бы вот это вспомогательная есть немножко помощь такая. Джулисочка, у тебя? У меня плюс, что я могу спать и дома играть. у меня минус, что никуда нельзя ни на шпиль плетце. Нельзя ни на игровые площадки никуда выйти. Да. Вот это Джулисочке очень не нравится, потому что она у нас девочка очень подвижная, да? Очень она любит свободу, такая свободолюбивая девчонка, и вот, к сожалению, ей не разгуляться. Потому что мы, когда идем со школы, она крутится на всех турниках, которые есть по дороге, да? Ты везде крутишься, везде она делает сальто, везде она делает колесо, в общем, а дома, конечно, тоже она это делает. Хорошо, что у нас есть гарден, да, девочки? Да, красиво, да. Вот у нас есть сад, поэтому вот там, конечно, у нас с погодой нам повезло, поэтому здорово, что мы можем там отдыхать, да, играть. Вот Джулиса уже там свою душу изливает. Вот, и что еще от себя, наверное, добавлю, очень сочувствую детям и родителям тем, которые в это время сидят в своих квартирах, у кого нету сада, у кого нету террасы, кто не может выйти со своими детьми где-то, ну, как бы поиграть, да? Все, все площадки детские закрыты, никуда нельзя попасть, и поэтому, конечно, ну, ходят по улицам, да, ездят на велосипедах, но это уже два месяца, да, и как бы вот это очень сложно, что детям никуда нельзя, никак они не могут свою энергию куда-то деть, да, то есть все в четырех стенах, поэтому вот это вот минус большой очень. А самый главный плюс это то, что дети могут спать, они очень радуются этому, да? Но вообще вам нравится больше на карантине дома быть, или все-таки в школе учатся, или вы генисаете дома цайт? Ну, я хочу в школу, но не хочу, пока... Хочешь, но не хочешь, ты хочешь там девочек увидеть своих, и все, а так дома хочешь? Ну, пока можно, это диза цайт генис, на что можно спать. Она, да, вот Ванеста говорит, пока можно этим временем наслаждаться, то есть вы еще готовы еще посидеть на карантине, вы рады будете, вот, они будут рады, им нравится дома, им нравится быть в семье, им нравится, ну, нам нравится всем, да, это не только, что я за них говорю, за себя тоже, что можно с семьей отдыхать, да, проводить больше времени, вместе завтракать, вместе обедать, вместе ужинать, что-то играть, делать вместе, вот на это есть время побольше. Мы ответили на ваши вопросы, желаем вам всего самого хорошего, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать новые оповещения о наших видео, всего вам хорошего, берегите себя, своих близких, мы вам желаем здоровья, хорошего настроения и до новых видео, всем пока! Пока!